Когда мы сегодняшние смотрим на портреты Соскии, кисти ее мужа, великого голландского художника Рембрандта, мы видим в них не столько красоту модели, сколько чувство, которое водило рукой живописца. Великий живописец Рембрандт Харминс ван Рейн очень любил свою жену. Он до конца так и не смог отделаться от навязчивого образа Соскии. Другие женщины приходили в его жизнь и уходили из нее, не оставив особенного отпечатка, а покойная супруга до сих пор смотрит на нас со многих его бессмертных полотен. Карьера Рембрандта несколько необычна для великого живописца. Нам почему-то ближе те, кого не оценили современники или те, к кому пришло признание в зрелые годы или в старости. В жизни этого великого голландца все случилось с точностью да наоборот. Его талант был полностью оценен и признан при жизни. Полотнами художник восторгали сильные мира сего. Денежные заказы сыпались как из рога изобилия. Но только вот старость он встретил в забвении и нищете. Второе признание Рембрандт получил уже после смерти. Его лучшие работы и лучшие дни были осенены любовью к самой прекрасной женщине в ее жизни – Соскии. Рождение гениального голландца было ознаменовано необычными обстоятельствами. Его мать, супруга, почтенного владельца мельницы Хармена Ван Рейна, мечтала о девочке и поэтому хотела назвать ее в честь прабабушки Ремиджией. Но родился мальчик. Изобретательная женщина взяла три первые буквы от Ремиджии и добавила к ним мужской суффикс – Брандт. Разочарование, которое принес родителям пол-ребенка, полностью компенсировалось талантом мальчика к рисованию. Он с детства проявлял себя как самый выдающийся из девяти детей мельника. После окончания школы Рембрандт недолго изучал право и вскоре потерял к нему интерес. И посвятил себя живописи и рисованию. Уже в возрасте 19 лет он открыл в своем родном Лейдене мастерскую, куда с 1627 года молодые люди приходили учиться живописи. Вскоре курсы, возглавляемые Рембрандтом, стали пользоваться большой популярностью. Но и роль учителя рисования быстро наскучилась живописцу. В 1631 году он перебрался в Амстердам. Там сметливый художник быстро нащупал золотую жилу. В те годы в среде богачей расцвела мода на интерьеры, украшенные живописными портретами их хозяев. Художник изобрел собственную манеру письма. На своих полотнах он не приукрашивал моделей. На лицах современников, изображенных Ван Рейном, отражалась духовная жизнь. Их глаза светились теплом и человечностью. В те дни проповедники в голландских церквях говорили о пастве, о бренности денег и о важности именно духовности. Рембрандт изображал обеспеченных заказчиков в строгих одеждах. О богатстве говорили дорогие ткани и драгоценности. На него посыпались самые дорогие заказы. Средства появились, можно было подумать и о женитьбе. Соскии Ван Элленбюрг, художник, познакомился в доме ее родственника, известного знатока антиквариата, который с некоторых пор стал очень интересовать Рембрандта. Шел 1633. Соскии исполнился 21 год. Она была младшей дочерью бургомистра города Лео Вардена. Рано осиротевшая обладательница огромного приданного, беззаботно проводила время в домах своих многочисленных родственников, ближних и дальних. У нее, как и у будущего супруга, было много братьев и сестер. Как выглядела будущая муза великого живописца в тот день, когда он ее встретил, сегодня, наверное, мало кто посчитал бы ее красивой, полная, белотелая, с намечившимися двойным подбородком, круглыми глазами под блекловатыми ресницами. Соския вряд ли соответствовала нынешним канонам красоты. Да у нее не было отбоя от женихов. Но такой успех можно отнести на счет солидного приданного, которое за ней давали. Первые рисунки и картины, на которых изображена Соския, показывают веселую пышную девушку. Они исполнены такой любви, такого эротизма, такого восхищения, что, может, и не стоит судить о том, была ли на самом деле так прекрасна эта красавица эпохи барокко. В любом случае, Рембрандт был предельно честен в своих творениях. Он одухотворил, но не приукрашивал моделей. В 1634 году Соския стала законной женой художника. Семья невесты считала его наиболее неудачным женихом из всех претендентов на руку девушки. Во-первых, живопись не самое стабильное занятие. Во-вторых, Ван Рейн был низкого происхождения. Да, у него тогда водились деньги, но его состоятельность не шла в сравнение с богатством семей Ван Элленбюрг. Вдруг он женился не на Соския, а на ее приданном. Тут родственники невесты ошибались. В-третьих, Рембрандт был склонен к мотовству и жил денег не считая. Здесь родные оказались правы. В-четвертых, жених был внешне весьма непривлекателен. По понятиям любых эпохи, современники единодушно отзывались о нем, как об очень некрасивом человеке. Субруги переехали в четырехэтажный дом, который самый востребованный художник Голландии купил в одном из самых престижных районов Амстердама. В свое новое жилище Рембрандт, как безумный, стал набивать предметами искусства всех видов – полотнами старинных мастеров, старым оружием, рыцарскими доспехами, масками древнегреческих богов. Деньги, заработанные тяжелым трудом, текли сквозь пальцы, как вода. За восемь лет супружества Соския родила четырех детей. Трое из них – Рамбертус и две Корнелии – умерли вскоре после рождения. Женщина страшно тяжело переживала эти потери, а супруг ее забывался в работе из кубки предметов искусства, которые превратили его в дом, в какой-то странный музей всего на свете. Ван Рейн стал делать долги, но удовлетворения всех его желаний денег не хватало. Он писал не только на заказ. Вдохновение требовало работ и для души. И Рембрандт рисовал Соскию в виде богини Флоры, в виде Данаи. Он обладал ее в богатые наряды, в парчу и бархат, в жемчуга и золото. И в изображении любимой женщины живописец был предельно честен. С полотна, датированного 1641 годом, на нас смотрит усталая, измученная женщина, черты которой уже исказил туберкулез. Болезнь, свертшая в могилу в 1642 году. Соскию мучили не только болезнь и смерть малышей. Ей приходилось скрашивать приступы бешенства мужа, вдохновлять его, внушать ему уверенность в себе. И главное, вести переговоры с кредиторами, прося их о бесконечных отсрочках. Да, к концу жизни это была уже не та невинная и беззаботная девушка, которую ее муж изобразил на картине «Блудный сын в таверне». Автопортрет Соскии на коленях. В начале осени 1641 года Соския произвела на свет их последнего ребенка, мальчика, которого окрестили Титусом. К моменту появления на свет сцены, женщина была уже безнадежно больна. Меньше чем через год после его рождения Соския скончалась от чахотки. Рембрандт остался один, с крошечным ребенком. Мальчик, которому через 27 лет была также уготовлена смерть, стал главной отрадой отца. Художник оставил много картин, на которых изображен Титус, юноша с мягкими, как у матери, чертами лица. К сожалению, и своего любимого ребенка Ван Рейн пережил. Рембрандт рисовал Соскию и после ее смерти. На этих полотнах он отразил тоску по главной музе и самой любимой женщине своей жизни. На картине Соския в красной шляпе жена художника нарисована в профиль. Заканчивал эту работу Рембрандт уже после кончины супруги. Он облачил ее в дорогое платье, в уши повесил роскошные серьги, меховое манто, свисающее с плеча, как бы уберегает от могильного холода застывшую и бледную, как полотно Соскию. Так живописец оплакал свою потерю. После смерти любимой жизнь великого художника пошла как-то наперекосяк. Появлялись женщины, одна из них родила ему дочь, опять Корнелию. Рембрандт был малорелигиозен и не суеверен. Он не верил в проклятые имена, которые пережила отца. Кредиторы не отставали от него, а он озлобился, из-за этого разучился правильно вести переговоры с заказчиками и угождать их вкусом. Состоятельные и влиятельные друзья оставили Рембрандта. С последнего автопортрета на нас смотрит старый, располневший, усталый мужчина. Рембрандт скончался в 1669 году в полном забвении и нищете. За гробом живописца шла только его дочь Корнелия. Сегодня точно неизвестно, где находится его могила. Вклад Рембрандта в искусство в полной мере оценили только через два столетия. Вот такой репортаж, подготовленный Ольгой Соколовской в журнале «Загадки истории», номер 13 за 2014 год. Статья называется «Очарованный Рембрандт». Не забудьте подписаться и оставить ваши комментарии. Рембрандт. 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 Рембрандт.